Уважаемые коллеги, мы начинаем пресс-конференцию, посвященную результатам работы правительственной комиссии, созданной в целях оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 в районе города Сочи. Я приветствую всех коллег, которые собрались в пресс-центре информационного агентства России ТАСС здесь у нас. Я приветствую всю аудиторию, которая смотрит сейчас нас как по телевизионным каналам, так и в интернет-социальных сетях. И сразу же от лица всего агентства ТАСС хочу выразить соболезнования всем родным, друзьям, близким погибших. С удовольствием представляю участников сегодняшней пресс-конференции. Практически в полном составе правительственная комиссия готова рассказать о своей работе. Председатель комиссии, министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов. Максим Юрьевич, добрый день. Рад вас видеть. Статсекретарь, заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков Николай Александрович. Добрый день. Начальник службы безопасности полетов, авиации и вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Банетов. Сергей Дмитриевич, приветствуем вас. Первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Игорь Когромонян. Игорь Николаевич, добрый день. Заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, черчайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян и Александр Петрович. Добрый день. Рад вас видеть. Заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Григорий Лекарев. Григорий Григорьевич, приветствуем вас. И руководитель федеральной службы по трудной занятости Всеволод Вуколов, Всеволод Львович. Рады вас приветствовать. Итак, много информации. Информация поступает буквально каждый час. И сейчас определенная точка в работе правительственной комиссии, в работе поисковиков, в работе следствия. Максим Ильич, пожалуйста, вам слово. Это действительно так. С получением информации рано утром 25 декабря о возможной тяжелой авиационной катастрофе было немедленно обеспечено взаимодействие всех поисковых и спасательных служб по линии Министерства обороны, Министерства чрезвычайных ситуаций, Федеральной службы безопасности ограниченных войск, также Министерство внутренних дел, Росморечфлота и Росавиации. В кратчайшие сроки была создана мощная группировка сил и средств общей численностью более 3,5 тысячи человек, свыше 80 единиц различной техники. Уже к исходу первых суток в акватории Черного моря для ликвидации последствий и поиска фрагментов и обломков самолёта находились 51 корабль и судно различного назначения, 17 воздушных средств, помимо беспилотных летательных аппаратов. Дополнительно также были привлечены два универсальных обитаемых глубоководных аппаратов Русского географического общества и также Министерство обороны в район катастрофы оперативно перебросило личный состав и специальную технику Южного военного округа, также Черноморского, Балтийского, Северного флотов, Каспийской полотилии и Главное управление глубоководных исследований. За эти дни было исследовано более 130 квадратных километров надводной поверхности, чуть менее 70 квадратных километров подводной части предполагаемого района катастрофы и к чередине вторых суток нам уже удалось обнаружить с высокой точностью определить границы района скопления обломков самолёта и фрагментов тел погибших. При этом было установлено, что самолёт при ударе о водную поверхность и последующим дном Чёрного моря практически полностью разрушился, что, конечно же, осложнило проведение поисковой операции. В настоящее время специальным оборудованием, обитаемыми и необитаемыми подводными аппаратами, водолазами, которых в проведении работ было более 160 человек, район катастрофы обследован полностью. В ходе поисковых мероприятий обнаружены и подняты с поверхности воды на сегодняшний день 19 тел, более 230 фрагментов погибших, 13 крупных и почти 2000 мелких обломков самолёта. И сейчас уже можно говорить с высокой степенью уверенности о том, что на данный момент поднято всё, что связано с крушением самолёта и проведением необходимых исследований и экспертиз для определения причин этой катастрофы. Поэтому сегодня мы завершили основную пазу совместной поисковой операции. Это не значит, что поисковая операция прекращена, она продолжается и будет продолжена. В акватории Чёрного моря остаются порядка 18 судов и различных плавательных средств, порядка 50 водолазов, необходимый личный состав для мониторинга береговой линии. Также в случае необходимости будут подняты из резерва поисково-спасательные службы Росавиации и Росморричфлота. С первых же минут было обеспечено необходимое взаимодействие всех ветвей исполнительной власти на федеральном, региональном, муниципальном уровне, различных ведомств, силовых структур. И при поддержке руководства Республики Абхазия также были задействованы силы ГОИЧС для мониторинга побережья, экватории Чёрного моря уже за границей Российской Федерации. Сегодня на первый план выходит работа по опознанию тел и генетическому анализу фрагментов тел погибших. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что основное опознание будет происходить через обязательную генетическую экспертизу останков тел. Для этого при содействии Минобороны нашими медиками уже взяты у всех родственников потерпевших необходимые биологические материалы. И эта экспертиза уже началась, поскольку постоянно всё, что находится на дне или на поверхности Чёрного моря в районе Сочи, бортами военно-транспортной авиации прибывает в Москву и проводится необходимая работа. Окончательные выводы о причинах этой трагедии будут сделаны после полной расшифровки основного параметрического накопителя информации и речевого, несмотря на то, что сегодня уже ряд информации попал в прессу, но окончательные выводы, естественно, должны быть сделаны после анализа, скрупулезного анализа и проведения всех необходимых экспертиз. Как я уже сказал, что на данный момент, что касается конструктивных частей, элементов самолёта, двигателей, шасси и других агрегатов, в основном они получены и происходит их выкладка на берегу. Министерством обороны при взаимодействии с МЧС, Министерством здравоохранения, Министерством труда и социального развития, Рост трудом, была организована необходимая психологическая работа и поддержка родственников, проведены оперативно сбор информации для необходимых страховых выплат, определён их размер, и первые страховые выплаты вчера, 28 декабря, уже начались. Помимо этого, выплаты, конечно, будут продолжены и в ближайшие предновогодние дни по согласованию с руководством наших крупнейших банков, Сбербанка, ВТБ, в первую очередь. Ряд отделений в Москве будут работать для необходимости обеспечения выплат и в новогодние праздники, поэтому здесь работа не будет прекращаться даже после 1 января. Параллельно с технической комиссией Министерства обороны по расследованию причин этой катастрофы, в чьей компетенции по нашему воздушному законодательству находится расследование причин, работают также правоохранительные и следственные органы, их выводы также будут своевременно доводиться до общественности в установленном порядке. Уважаемые коллеги, я хочу обратиться прежде всего к сидящим здесь в зале журналистам, прошу до завершения расследования причин этой тяжелейшей авиационной катастрофы, официального оглашения результатов расследования, воздерживаться от распространения информации любых недостоверных фактов, полученных из различных неофициальных источников. Работает по указанию президента в соответствии с распоряжением, подписанным председателем правительства Российской Федерации, работает правительственная комиссия по ликвидации последствий и оказанию помощи потерпевшим, в данном случае близким, родным и родственникам. Работает специальная техническая комиссия Министерства обороны, работает штаб, который занимается вопросами страховых выплат совместно с Минобороны, Рострудом и Министерством труда и социального развития, и поэтому официальная информация будет располагаться на сайтах соответствующих ведомств, министерств, а также банков. Хочу также довести до сведения родственников, что Сбербанк принял решение о списании кредитов, долгов погибших, но для этого необходимо получить соответствующие заявления от близких родственников. Такие заявления также будут приниматься непосредственно в самом Сбербанке или же через соответствующий штаб Министерства обороны и Министерства труда и социального развития. Сейчас я хотел бы передать слово членам правительственной комиссии в районе поисковой операции координации действий осуществлялось Министерству по чрезвычайной ситуации и слово Александру Петровичу Преяну, заместителю министра. Спасибо, Максим Юрьевич. МЧС России обладает немалым опытом проведения подобных поисковых операций. Затем вспомнить теплоход Булгария в Казани, Сайна-Шушинская, ГЭСДА и Черное море не впервые нас экзаменуют проведение подобных операций. Тот же борт из Армении в 2006 году также потерпел крушение в этой же акватории. Надо сказать, что когда я говорю, что мы обладаем достаточным опытом, это и распространяется на межведомственном взаимодействии, в теснейшем контакте с подразделением Министерства обороны, с внутренних дел, пограничной службой ФСБ, с Минтрансом, Минздравом, Следственным комитетом. Мы проводили и проводим работу, которая ставится перед нами в целом штабом. Нужно констатировать, что достаточно оперативно были сосредоточены силы и средства МЧС России с помощью транспортной авиации, были переброшены силы из центра, наиболее подготовленные специалисты с водолазами, с допусками погружения до 100 метров. Таких сосредоточено в настоящее время 74 водолаза. Наши вертолеты Ка-32 и Ми-8, которые в зоне ответственности, которая находится, это акватория Черное море, и по-прежнему мониторит. Надо сказать, что территория мониторинга авиации – это свыше 400 квадратных километров. Я бы хотел точно также отметить роль Национального центра управления в кризисных ситуациях. Благодаря космическому мониторингу мы, можно сказать, наиболее большие фрагменты были обнаружены с помощью фотографий из космоса, и это подтвердили наши водолазы, когда они проводили эту работу. Кроме этого, конечно, водная составляющая, там 16 наших судов различного назначения, и спасательные, поисково-спасательные, и суда для патрулирования, это государственная инспекция маломерных судов, свыше 400 человек – это общая группировка, которая входит в ту группировку, о которой им сказал председатель комиссии. Я хотел точно подчеркнуть, что применение робототехники, применение гидролокаторов бокового надзора, безусловно, существенно облегчили поиски фрагментов, обнаружение их непосредственно, но и с помощью того же Министерства обороны уже эти фрагменты самолётов были подняты на поверхность. В нашу задачу входило тоже устанавливать буйки, нахождение упадения этих фрагментов, что тут же наносилось на наши карты, фиксировалось и тут же воспринималось. Я также хотел подчеркнуть, что наши психологи принимали и принимают участие в этой операции, свыше 300 обращений на… мы среагировали на эти обращения, ну и, безусловно, все оставшиеся процедуры, в том числе и опознания, мы будем участвовать в этих задачах. Таким образом, МЧС России и сейчас имеет группировку, и поскольку прозвучало о том, что активная стадия заканчивается этой операцией, при этом мы констатируем, что наша группировка Южного округа там остаётся, Южного региона остаётся, и мы будем работать до выполнения последней задачи поставленным правительством. Спасибо. Спасибо, Александр Петрович. Как я уже сказал, в соответствии с воздушным законодательством Российской Федерации, полномочия по расследованию причин катастрофы с данным воздушным судном находится у Министерства обороны, очевидно, что была нештатная работа техники. Чем это было вызвано, предстоит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия. Предварительные данные экспертиз могут быть получены уже в январе 2017 года. И я передаю слово председателю комиссии Министерства обороны Сергею Дмитриевичу Байнаетову. Спасибо, Николай Юрьевич. Предоставленное слово, уважаемые товарищи. Комиссия по расследованию авиационного происшествия продолжает свою работу. Отмечу, что в период выполнения полета погода на аэродроме Адлер была простая, но необходимо отметить, что полеты, которые выполняются ночью и над морем, они относятся к разряду полетов, выполняемых в сложных метеорологических условиях. По нашей оценке на сегодняшний день экипаж был готов к выполнению полета. Уровень его квалификации соответствовал выполнению полетного задания. Командир экипажа майор Голков имел налет общий около четырех тысяч часов, на данном типе самолета более полторы тысячи часов, и за этот год его общий налет составил более шестисот часов. Сегодня мы в комиссии имеем параметрический накопитель информации и речевой накопитель информации. И со вчерашнего дня продолжается детальная расшифровка и изучение тех материалов, которые в этих накопителях имеются. Но для того, чтобы детально изучить все параметры работы двигателя, самолетных систем, в целом проанализировать весь полет, необходимо время не менее десяти суток. Не менее десяти суток. И окончательные выводы о причинах авиационного происшествия мы надеемся сделать не ранее тридцати суток. Эти сроки я говорю, исходя из той обстановки, которая сейчас есть, из анализа тех материалов, которые имеются в комиссии, а также руководствуясь правилами расследования авиационных происшествий с государственными судами, российской авиации. Сегодня техническими вопросами занимаются лучшие специалисты Службы безопасности полетов авиации вооруженных сил. Нам помогают в расследовании специалисты Министерства транспорта, Министерства авиационной промышленности, предприятий промышленности, научно-исследовательских организаций. Одним словом, мы смогли собрать большую группу профессионалов, экспертов, и с помощью этих специалистов мы надеемся в ближайшее время выйти на причины авиационного происшествия. Спасибо, Сергей Дмитриевич. Сейчас, когда основная активная фаза поисковой операции уже завершена, на первый план, в том числе и в работе нашей комиссии, выходят вопросы, связанные с проведением экспертиз, идентификацией останков и выдачей их родственников для последующего захоронения. Для этого собраны наши лучшие судмедэксперты, и я прошу сказать несколько слов о порядке работы, времени, предполагаемом проведении соответствующих судмедэкспертиз и идентификации останков заместителя министра здравоохранения Каграманяна Игоря Николаевича. Пожалуйста. Спасибо, Максим Юрьевич. Уважаемые коллеги, как Максим Юрьевич уже подчеркнул, организована работа Минздравом России по проведению всех необходимых действий, включая медико-генетические экспертизы для процедур идентификации личности погибших. Эта работа проводится под руководством главного судебно-медицинского эксперта Минздрава России, директора российского центра судмедэкспертизы профессора Андрея Валентиновича Ковалева. Собраны самые квалифицированные эксперты федерального уровня Бюро судмедэкспертизы города Москва, которые обеспечены самым современным оборудованием, всеми необходимыми реактивами для того, чтобы в возможно короткие сроки провести необходимые процедуры. На сегодняшний день взяты биологические материалы от всех родственников погибших для проведения соответствующих процедур. И мы рассчитываем, Максим Юрьевич, что в срок до четырех недель все необходимые процедуры будут проведены. Хотел бы также остановиться на очень важной для нас стороне деятельности. С самого начала развития этой чрезвычайной ситуации Минздравом России совместно с органами управления здравоохранением в субъектах Российской Федерации, где проживают родственники погибших, прежде всего, это, конечно, город Москва, была поставлена задача обеспечить четкую, незамедлительную организацию оказания необходимой медицинской и психологической помощи родственникам погибших. Так, в городе Москва все адреса проживания родственников взяты под особый контроль Центром экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения Москвы. В месте временного проживания иногородних родственников погибших гостиницы Орехова дежурят бригады скорой медицинской помощи, организована в четком взаимодействии с Главным военно-медицинским управлением Минобороны Российской Федерации, психологической службой МЧС России, оказание психологической помощи родственникам погибших. На сегодняшний день зарегистрировано 92 обращения за медицинской помощью. К счастью, помощь необходимая оказана в амбулаторных условиях, это в основном стрессовые реакции на ситуацию и порядка 450 обращений с заказанием экстренной психологической помощи. Наша задача в эти тяжелые дни для родственников погибших для всей нашей страны сделать максимально все для сбережения их здоровья. Спасибо, Игорь Николаевич. Действительно, сейчас очень важный этап наступает работа с родственниками и не только в части проведения соответствующих экспертиз, но и выплат по линии страховых обществ. Как я уже сказал, и страховые компании, и наши ведущие банки готовы осуществлять эти выплаты в любые, в том числе праздничные и нерабочие дни, был организован штаб по работе с родственниками с точки зрения определения размера выплат, составления соответствующих списков и определения этого порядка. Эта работа замыкалась на Минтруд, Министерство труда и социальной защиты России. И Роструд, конечно, при их взаимодействии с Министерством обороны. И я сейчас прошу заместителя министра труда и социальной защиты Ликаря Григория Григорьевича и руководителя Роструда Вуколова, Сеулда Львовича, более подробно осветить этот вопрос. Пожалуйста, Григорий Григорьевич. Спасибо, Максим Юрьевич, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Действительно, в первый день события был сформирован штаб Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. В этот штаб вошли представители Роструда. Фонда социального страхования Пенсионного фонда Российской Федерации. И совместно с Министерством обороны был организован консультационный центр для родственников погибших. Там работают представители Министерства обороны, представители СОГАЗа. Это страховая компания, которая осуществляет выплаты по застрахованным военнослужащим, а также представители Фонда социального страхования Пенсионного фонда Роструда и субъектов Российской Федерации. Хочу отметить, что там с первого дня присутствуют представители Москвы и Московской области. В настоящее время было выявлено 72 человека, которые застрахованы по обязательному социальному страхованию от несчастного случая на производстве. Идёт работа из этих погибших, 42 человека обнаружено, получателей страховых выплат. Мы эту работу будем продолжать, как Максим Юрьевич сказал, и завтра, и сегодня, и в праздничные дни. В настоящее время полностью сформированы пакеты для выплат по 13 случаям. Сегодня в первой половине дня по 5 случаям уже средства перечислены. До конца рабочего дня перечислятся ещё по 8 случаям. Мы находимся в контакте с Федеральным казначейством, а также с банками, о которых говорил Максим Юрьевич. И будем предоставлять необходимые сведения для организации выплат, в том числе в праздничные дни. Хотел бы проинформировать, что ряд регионов приняли дополнительные меры поддержки. Они действуют в рамках законодательства. Так, Москвой, Московской областью, Волгоградской областью, Орловской республикой, Татарстан, Ханты-Мансийским округом было принято по материальной помощи семьям погибших в размере 1 миллиона рублей. Аналогичные решения принимаются также и в других регионах, в которых проживали погибшие. И мы будем координировать работу, в том числе по списанию кредитов, по принятому Сбербанком решению, для того, чтобы все родственники были извещены соответствующим образом и подали необходимые документы. Мы окажем в этом самую деятельную помощь. Спасибо, Григорий Григорьевич. От лица правительственной комиссии хочу поблагодарить руководство субъектов, которые приняли соответствующее решение, постановление, распоряжение о дополнительной поддержке семей погибших, так же, как и руководство и губернатора Краснодарского края за взаимодействие в рамках проведения поисковой операции. Пожалуйста, Север Тович, по линии Роструда есть что добавить? Хотел бы доложить, уважаемые коллеги, что на сегодняшний день Рострудом сформировано семь комиссий, которые занимаются подготовкой и оформлением документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. На сегодняшний день все акты по форме Н1 подготовлены, подписаны работодателями и переданы в Фонд социального страхования для соответствующих выплат. Поэтому по линии ФСС выплаты начнутся уже сегодня. Что касается взаимодействия с родственниками пострадавших, то на сегодняшний день работа не ограничивается только выплатой компенсации. Будет сформировано предложение, и мы сегодня ориентируем и руководителей регионов на то, чтобы разобраться и поговорить с каждой семьей, посмотреть, может быть, будут приняты меры какие-то о дополнительном трудоустройстве членов семьи, об обучении, направлении помощи в обучении, помощи с устройством детей в детские сады и другие виды социальной помощи. Это достаточно важный с нашей точки зрения вопрос, чтобы не ограничиться только рамками расследования несчастного случая, а и в течение всего времени взять вопрос дальнейшей судьбы родственников детей на контроль и посмотреть, чтобы не остался никто в тяжелой жизненной ситуации на будущее, в следующем году, для того, чтобы все вопросы были решены. Поэтому нами будет сформирован отдельный план, который будет на контроле, и мы постараемся все эти вопросы довести до конца. В настоящий момент мы достаточно плотно работаем и со Следственным комитетом, и с Министерством обороны, и со всеми коллегами, для того, чтобы поставленные задачи были оперативно решены. Доклад закончен. Спасибо. Спасибо, Сергей Львович. Сейчас хочу передать слово заместителю министра обороны, заместителю председателя комиссии и ответственному секретарю Николаю Александровичу Панкову. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо, Максим Юрьевич. Погибли наши коллеги, товарищи, друзья. И свою обязанность, именно обязанность, нравственную обязанность, мы сегодня видим в том, чтобы достойно проводить в последний путь наших товарищей и, конечно же, не забыть о семьях погибшим. Все хлопоты по организации похорон мы взяли на себя. Мы объявили семьям погибшим, что в их распоряжении федеральное военно-мемориальное кладбище. И, кстати говоря, вчера первое захоронение там состоялось. Похоронена Оксана Багрудинова. И еще 13 семей на сегодняшний день высказали свое желание, чтобы их родственники были захоронены там. К великому сожалению, ситуация на сегодняшний день такова, что все остальные похороны будут по завершению генетической экспертизы. И сегодня председатель нашей комиссии объявил, что время на ее проведение, на проведение по международным стандартам, займет не менее трех недель. С семьями погибших военнослужащих мы работаем постоянно. Мы не оставим их без внимания. Министрам обороны уже приняты и обнародованы конкретные решения. Мы будем заниматься и детьми наших погибших товарищей. Будем предлагать им суворовские военные училища, президентские кадетские училища, наши вузы. Будем обращаться в Минобрас. И, кстати говоря, мы никогда в таких случаях не имеем отказов. Ну и последнее, что я хотел бы сказать сегодня. Конечно, одной из задач является возрождение ансамбля, прославленного ансамбля, бренда не только армии, но и нашей великой России. Это будет лучшая память о погибших. В штате ансамбля 285 человек, к великому сожалению, 64 нет. Сегодня в 15 часов мы встречаемся с коллективом ансамбля, приглашаем ветеранов. Мы хотим не только почтить память погибших, но и посмотреть в будущее. Мы сегодня будем говорить, как мы будем возрождать этот ансамбль. Мы здесь тоже понимаем, что будем делать и полагаем, что в ближайшее время, как бы ни было трудно, трудно заменить на самом деле вот таких ярких на весь мир известных артистов. Тем не менее, мы этой работой будем заниматься, я думаю, в ближайшее время. И мы с вами, и весь мир, и страна будут восхищаться творчеством ансамбля «Песни и пляски» имени Александрова. Спасибо, Николай Александрович. Уважаемые коллеги, мы готовы ответить на ваши вопросы. Пожалуйста. Спасибо большое, Максим Юрьевич. Да, уважаемые коллеги, правительственная комиссия в главе с министром транспорта Максим Юрьевичем Скаловым представил нам результаты работы на данный момент и какие работы планируются на ближайшее время. Я прошу подходить вас к микрофону. Вот два микрофона, они в вашем распоряжении. И у меня предложение такое, чтобы не было пауз, подходите заранее. Максим Юрьевич, скажите, пожалуйста, в каком состоянии находится сейчас третий черный ящик, и что касается второго черного ящика, доставлен ли он в Москву и началась ли его расшифровка? Адресует вопрос Сергея Дмитриевича, поскольку техническое расследование причин этой катастрофы входит в компетенцию специальной комиссии при Министерстве обороны. Спасибо за вопрос. На борту самолета Ту-154 находятся два аварийных накопителя. Один параметрический, другой с записями переговоров экипажа. Третьего накопителя аварийного нет. Есть эксплуатационный накопитель, который записывает параметры полета. Началась ли уже расшифровка второго черного ящика? Да, я сказал, что вчера он был найден, и мы вчера в лаборатории 30-го научно-исследовательского института ВКС приступили к восстановлению этих параметров и дешифрированию. Спасибо. Сергей Дмитриевич, мы правильно понимаем, что информация про третий – это информация не совсем верная? Да, она не соответствует. Спасибо. Агентство «Рабли» Сергея Вальченко. Тоже вопрос к Сергею Дмитриевичу. Была тоже информация противоречивая. Останавливается полет Ту-154 в армии или нет? Есть какая-то информация? Решение по восстановлению полетов самолетного парка принимает главнокомандующий ВКС. Вполне понятно, что сейчас до первоначальных выводов комиссии полеты этих типов самолетов приостановлены, до первоначальных выводов комиссии. Агентство «Франс Пресс». У меня несколько вопросов. Лучше сразу задать их. Давайте по очереди. Во-первых, зачем была дозаправка в Адлере? Вроде бы не такое большое расстояние от Москвы до Сирии. Спасибо. Да, кто может ответить, Сергей Змитриевич? Вы, наверное. Полеты в Сирию выполняются дозаправкой на одном из аэродромов, предусмотренных планом перелета. Как правило, это аэродром «Моздок». Запасные аэродромы являются аэродром «Крымск» на территории Крымского полуострова и аэродром «Сочи». На момент вылета на аэродроме «Моздок» метеорологические условия не соответствуют выполнению посадки. Поэтому это плановая посадка, и здесь никакого криминала нет. А поднимался ли кто-то на борт в Сочи, в Адлере? Или все летели из Москвы, и никаких изменений в составе, догрузки никакой не было? Все пассажиры на борту поднялись на борт на аэродроме «Чкаловский». На борт самолета при посадке в Сочи поднимались только представители погранслужбы, которые выполняют свои функциональные обязанности по пограничному контролю. То есть они потом, соответственно, спустились, да? Конечно, они поднимались на борт только для контроля. Это два представителя федеральной пограничной службы. А какой ящик был найден первым? Параметрический или голосовые переговоры? Нет, первым был найден параметрический, вернее, накопитель с аудиоинформацией. Но они абсолютно одинаковые, поэтому мы сразу не смогли установить до момента вскрытия крышки. То есть вот когда появились утечки о том, что какие-то переговоры, это не соответствовало действительности с первого ящика по поводу закрылков? Я не могу сказать о той информации, которая есть в СМИ, в интернете. У нас достаточно много объективной информации, поэтому интернетом мы не пользуемся. А у вас сколько всего вопросов, извините? Последний вопрос. Были слухи, что еще ансамбль Александрова должен был в Алеппо выступать. Так ли это? Это не так. Ансамбль Александрова по инициативе его начальника, художественного руководителя, генерал-лейтенанта Халилова, летел с одной целью дать большой полноформатный концерт на авиабазе Хмениум. Спасибо. Спасибо большое. Да, пожалуйста, Ваш вопрос. Евгений Снегов, Эхо Москвы. У меня, наверное, вопрос к Михаилу Юрьевичу. У нас есть такая неофициальная информация, что вес самолета мог быть превышен на 15-20% от максимального. И в связи с этим, собственно, вопрос, проверяли ли все данные о весе самолета, соответствуют ли это действительности? В рамках расследования причин катастрофы будут проверены все данные, как наземных служб аэропортов, с которых этот борт взлетал на территории Российской Федерации, так и топливозаправочных комплексов. Поэтому работает техническая комиссия, она все вопросы рассмотрит и выдаст свои заключения. Спасибо большое. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, сколько сейчас основных версий того, что случилось в Черноморье? В начале расследования авиационного происшествия было вынято составом комиссии более 15 версий авиационного происшествия. Когда мы получили в распоряжении комиссии объективный контроль с двух накопителей, количество версий уменьшилось в два раза. То есть 15 напополам недель, извините, я так понимаю, просто коллеги любят точные какие-то цифры, 5-6. Здесь я точно вам сказать не могу, почему? Потому что, повторяю, каждое авиационное происшествие, оно многогранное. Нельзя сказать об одной и иной раз даже о двух причинах этого авиационного происшествия. Это многогранные причины. И эти причины лежат в области и человеческого фактора, и авиационной техники, и внешних условий. Спасибо. Тимофей Рожанский, телеканал «Дождь». Сергей Дмитриевич, Вы сказали, что осталось всё-таки какое-то количество версий. Есть ли среди этих версий версия теракта? После предварительных расшифровок первого накопителя мы сделали выводы о том, что теракта, ну, во всяком случае, взрыва на борту не было. Это я могу сказать вам точно. Ну, теракт – это же не только взрыв, то есть могут и какие-то другие быть причины. Поэтому мы пока эту версию не снимаем с исследований. Спасибо. Спасибо. Екатерина Линникова, телеканал РБК. Если позволите, тоже несколько вопросов. Во-первых, появлялась информация о том, что приборы якобы в рале на борту. Подтверждается ли это по результатам предварительных расшифровок чёрных ящиков? Совсем понял. О каких приборах речь идёт? А? Бортовые. Приборы. Что за бортовые приборы? А? Какие бортовые приборы? Я, к сожалению, не могу сказать точнее, но приходила информация, что приборы на этом борту показывали недостоверные сведения. Я не могу вам сказать, потому что, во-первых, приборы ещё не все подняты. Во-вторых, по предварительной оценке параметрической информации пока очевидных отказов нет. Я понимаю, что пока нельзя говорить об этом, но если всё-таки Ту-154 выведут из эксплуатации, есть ли чем их заменить и чем? Зачем выводить эксплуатацию? Самолёт, который себя достаточно неплохо зарекомендовал, он проходит определённые работы технические, и самолёты, которые выполняют полёты, они технически готовы, проводятся регламентные работы, проводятся ремонтные работы в соответствии с графиком. Поэтому я думаю, что даже после этого авиационного происшествия самолётный парк этих самолётов будет эксплуатироваться. То есть речь исключительно о приостановке? Ну, это не моя компетенция, повторяю, но вы услышали моё мнение. В случае, если выяснится, что это была техническая неисправность, кто будет отвечать? Мы не ищем виновников, мы ищем причины авиационного происшествия. Спасибо. Спасибо большое, пожалуйста. Спасибо. Сергей Горяшко, Русская служба Би-Би-Си. Максим Юрьевич, Вы сейчас сказали, что уже очевидно, что имела место нештатная работа техники. Вы не могли бы уточнить вот этот момент? То есть сейчас уже по данным расследований Вы понимаете, что был какой-то технический отказ у самолёта? Да, но эти вопросы будут уточняться в рамках технического расследования. Как только появятся достоверные данные, а также результаты экспертизы, они сразу будут доведены до сведений общественности через средства массовой информации. Установлено в порядке. Спасибо. Спасибо. Да, пожалуйста. Извините, там раньше подошло. Портал авиа.ру. Роман Гусаров, главный редактор. Уважаемые члены государственной комиссии, не только в интернете, но и в ряде средств массовой информации появилась выдержка записи переговоров пилотов в кабине. Первый вопрос является ли она достоверной, а второе, если это так, то, насколько я понимаю, если неправильно понимаю, то вы меня поправьте, это является нарушением правил расследования авиационных происшествий. Будет ли проведено служебное расследование с целью выявления лица или лиц, допустивших эту утечку? Спасибо. А кому этот вопрос? Тому, кто сможет ответить на данный вопрос. Расследование на самом деле проводится, и по результатам мы будем понимать, насколько все достоверно или недостоверно. А расследование будет проводиться? Если окажется, что это... Здравствуйте, Роман Главанов, Комсомольская правда. Вот исходя из расшифровки, последние слова пилотов были про закрылки. Что с ними могло случиться? И правда ли это, вот как по словам пилотов, что это была именно... Именно там могла произойти проблема? По радиообмену я вам могу сказать одно, что радиообмен был крайне краток. Крайне краток. Вы можете себе представить, что особая ситуация развивалась в течение 10 секунд. Что можно сказать за 10 секунд? Поэтому пока я не могу вам сказать ни про закрылки и про другие вещи, которые мы услышали. Все, повторяю, было достаточно штатно. Но фраза командира одна, да, она... Анализ этой фразы говорит о начале особой ситуации, о начале развития этой ситуации. Больше пока ни о чём она нам не говорит. Спасибо, Сергей Дмитриевич. Пожалуйста. Добрый день, Дорожное радио. Появилась информация о том, что авиабаза в Чкаловском будет расформирована, можете назвать... Реорганизована, прошу прощения. Можете назвать причины и что будет дальше? Я с удовольствием отвечу на этот вопрос. На самом деле, давным-давно министром обороны принято решение на базе Чкаловской авиационной базы воссоздать особую авиационную дивизию. Никакой связи с произошедшей трагедией это решение министра не имеет абсолютно никакой. Я бы просил вас здесь не пытаться увязывать. Решение было принято давным-давно. Спасибо. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Анна Юдина, военная редакция ТАСС. Николай Александрович, разрешите вопрос. Вот вы упомянули о решении семьи уже. Получается, на сегодняшний день уже 14 жертв катастрофы опознаны или еще нет? Кто принял такое решение? Те родные опознаны? Спасибо. Мы уже сказали, что опознаны и захоронено одно тело. Вчера похороны состоялись в Федеральном военном мемориальном кладбище. Кстати говоря, я там был от начала до конца. Все остальное, к великому нашему сожалению, генетика. Поэтому обращаюсь и к вам проявить понимание, выдержку и особенно, и прежде всего апеллирую к родственникам. К сожалению, ситуация такая, генетика. Надо набираться терпения и ждать результатов экспертизы. Спасибо, Николай Александрович. Максим Ильич, у меня такой вопрос. Вы не могли бы уточнить, вы говорили про Сбербанк, который принял решение по поводу вкладов и кредитов семей погибших. Но вы говорили, я так понимаю, еще о нескольких банках. Я так понимаю, что разговор идет с несколькими банками. Решение Сбербанком было принято буквально накануне нашей пресс-конференции. Сразу после ее завершения я проведу переговоры с руководителями других банков. И эта позиция тоже будет доведена до родственников погибших. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Крылья Родины, Вячеслав Ламзутов. У меня вопрос к Сергею Байонетту. Скажите, пожалуйста, вовремя ли проходил экипаж, тренажерную подготовку? И как часто это делается по планам? Спасибо. Спасибо за вопрос. Для расследования данного авиационного происшествия созданы три группы. Одна группа работает непосредственно на аэродроме в аэропорте Адлер. Вторая группа работает в 30-м научно-исследовательском институте. И третья группа службы безопасности полетов работает на 800-й авиационной базе. Вполне понятно, что для расследования нам необходима вся документация и по летному экипажу, и техническая документация. Поэтому наши специалисты там работают. И в ближайшее время будет доклад в соответствии с графиком нашей работы, где мы сможем проанализировать уровень подготовки экипажа, в том числе и на тренажер. Спасибо большое. Раз вопросов больше нет, тогда подходите. Иван Сураев, агент Стория новости. Вопрос к Сергею Дмитриевичу. Вы уже сегодня сказали, что комиссия может сделать вывод, что взрыва на борту ТО-154 не было. Тем не менее, версия теракта до конца не исключается. На каких основаниях она остаётся? Кроме, повторяю, взрыва на борту, могло быть какое-то механическое воздействие. Какого рода? Ну, любого рода. Не обязательно, потому что теракт связан именно с взрывом. Поэтому, повторяю, что мы эти версии пока... А ни одну из этих версий мы пока не отрицаем. Поэтому они, конечно, в основном расследуются не нами. Параллельно с нами, как уже было здесь сказано, работает очень много силовых структур, в которых каждый работает по своему направлению. Эта информация потом стекается в службу безопасности, в комиссию непосредственно. Но пока ведётся расследование и исследование всех этих вопросов, в том числе и с террористическим актом. Спасибо. Спасибо. Евгения Лайф, подскажите, пожалуйста, на момент того, когда всё произошло, катастрофы, какова была высота, каков был эшелон самолёта и какова скорость? Это уже известно. Наверняка, до того, как он пропал с радаром, было это известно. Беспечерская. Весь полёт проходил около 70 секунд, я уже вам сказал. Максимальная высота, которую мы определили по параметрической информации, составляла около, повторяю, 250 метров. Сколько ещё? 250 метров. А скорость какова примерно на этом эшелоне? На этом эшелоне скорость в пределах 360-370 километров. Спасибо. Пожалуйста, последний вопрос. Кирилл Убакумов, канал 360, у меня вопрос тоже Сергею Баймету. Характер обломков, которые сейчас подняты с Чёрного моря, говорят ли о том, что, подтверждают ли слова некоторых очевидцев, которые появлялись в СМИ, о том, что нос самолёта перед падением был сильно задран вверх, что возник так называемый кабрирующий момент? Спасибо. Я пока не могу судить о достоверности этой информации, хотя я хочу сказать о том, что очень много очевидцев предлагают свои услуги, действительно, как-то все с пониманием отнеслись к этой трагедии, но мы подходим идентифицированно, и всё это проверяется, естественно, и сочетается, соизмеряется с теми объективной информацией, которые есть. Поэтому пока говорить о том, какой был угол при столкновении с водной поверхностью, пока преждевременно. Есть определённые данные, но, тем не менее, понимаете, они не совсем точны. Есть и видеоинформация. Повторяю, что идёт процесс её анализа и совмещения всех этих многочисленных факторов. Спасибо. Извините, можно я воспользуюсь служебным положением? Я прошу вас ответить ещё на один вопрос для нашего информагентства. Пожалуйста, Катерина. Спасибо. У меня вопрос к Григорию Григорьевичу. Скажите, пожалуйста, будут ли осуществляться выплаты членам семьи военнослужащих и в каком объёме? Безусловно. Членам семьи военнослужащих в том числе будут осуществляться выплаты. Я сказал, что по линии СОГАЗа. И если мы с вами посмотрим законодательство о статусе военнослужащего, а также об обязательном социальном страховании, есть выплата, которая касается единовременного пособия в размере 3,5 миллионов рублей, а также выплата в размере 2,3 миллиона рублей. Но координирует эту деятельность Министерство обороны, и более точные комментарии, наверное, можно получить там. Спасибо. На борту самолёта было 20 военнослужащих, из них 15 офицеров. Уже вчера 11 семей военнослужащих получили соответствующие выплаты, вот в тех размерах, которые были объявлены, 5,8 миллиона рублей. Спасибо большое. Я благодарю от имени коллег всю правительственную комиссию во главе с председателем Максимом Юрьевичем Соколовым. Максим Юрьевич, пожалуйста, вам скажу слово. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы поделились с вами информацией по данной катастрофе на 12 часов дня 29 января. Правительственная комиссия продолжает свою работу, соответственно, Министерство чрезвычайной ситуации, завершив активную фазу поисковой операции, продолжает эвакуаторию Черного моря. Также началось и идёт техническое расследование причин этой катастрофы по линии Министерства обороны. Будут рассмотрены все возможные версии, хотя параллельно проводятся следственные мероприятия. Я хочу отметить, что версия теракта, сегодня было много вопросов на эту тему, она, естественно, не рассматривается как основная версия по причинам этой катастрофы. Также будут продолжены необходимые действия по страховым выплатам родственникам погибших. Это будет сделано в том числе по необходимости даже и в выходные и праздничные дни, но и по линии Минздрава, суд медэкспертов. Также в период новогодних праздников будет идти активная работа по идентификации всех фрагментов тел для их последующей выдачи родственникам. Спасибо за внимание. Спасибо еще раз. Спасибо коллегам. Конференция закончена. Продолжение следует...